Слава Богу! Приятно так смотреть на ваше наследие. Я думаю, что они будут продолжать так же само, в таком же духе, служить Господу. Пусть их Бог благословит. Мне эта тема понравилась, и я буду этой темой также держаться. Немножко о себе. Меня звать Александр Груслак. Я приехал с Германией. Ну, цель нашего приезда – это, конечно, конференция миссии «Гуд Самаритан». И мы так сотрудничаем вместе. Мы с Германией в миссии «Стефанус». И здесь пересекаемся в разных странах и делаем такую же самую работу. Ну, поселились мы у ваших членов здесь, у семьи Тани и Юры Рымарук. Очень такая гостеприимная семья. Слава Богу за таких людей. И пользуюсь, конечно, моментом, потому что они ваши члены, хотел здесь быть и в вашей церкви. Был когда-то два года тому назад, вы еще в том старом зале собирались. Смотрел строительство здесь, и очень нравится мне. Хочу вас поздравить с таким залом. Пусть здесь всегда люди находили бы утешение и спасение в Боге, в Господе. Пусть вас Бог всех благословит. Также у меня немножко так поменялось задание в миссии. Раньше мы гуманитарную помощь постоянно возили. Ну, стало теперь меньше возить. И моя цель тоже молодых людей подтягивать. И мы едем в разные страны. Просто показать нашим детям, что надо помогать людям, проповедовать. И буквально почти каждый месяц я в поездке, буквально две недели тому назад вернулся с Перу. Знаете, хоть она христианская страна, но там такой дух, и наркотиков так много, что люди считаются христианами, но они далеки от христианства. Пусть Бог нам в этом тоже поможет и благословит, чтобы мы подтягивали свое наследие. Сегодня было сказано о правильном отношении к Богу. Да, Бог с нами. Бог делает. Но что нам-то делать? Если мы смотрим «Деяния апостолов», я хочу прочитать 11 глава с 5 по 10 стих. В городе Иопии я молился, и в выступлении видел видение. Сходил в некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла спускаемо с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и рассматривал, увидел четвероногих земных зверей, присмыкающих, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил того, ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. У меня такой вопрос. Петр знал, кто с ним говорит? Я думаю, он знал, потому что он так же само отвечал. Знаете, я так привык, если Господь нам говорит, то мы не возражаем. Но тут Петр говорит, нет, говорит, Господи, нет. Мы так учимся и должны сказать, да, если Господь говорит, да, мы должны соблюдать. Но мы видим, что Петр был верный своему принципу. Это хорошая же привычка или нет? Если он говорит, нет, он этого кушать не будет. Я думаю, когда Саул предлагал Давыду эту одежду, чтобы воевать против Голиафа, то тоже Давыд говорит, нет, говорит, я не привык. Он оделся, но говорит, я так не могу. И он пошел совсем другим путем. Это привычки. И это хорошие привычки. Я думаю, что мы можем так же себе проверить, какие у нас привычки. Хорошие привычки или плохие. Я слышал, что если лягушку так посадить в воду и воду нагревать, то она привыкает к этой температуре, и можно эту лягушку сварить просто. И так у нас в христианстве тоже бывает. Мы постепенно, постепенно отодвигаем наши границы, и это позволяем себе, и это позволяем. И мы считаем почти, что это реально, и это нормально, и это можно нам, христианам. Но потом замечаем в конце, что силы нету, проблемы одни за другим. Знаете, Мария и Иосиф возвращались из Иерусалима домой. И уже прошли они три дня и смотрят, «Пу, Иисуса нету с нами». Они там расспросили, видели ли его, нет, не видели. Может, у них была куча еще работы там дома, но они эти работы все оставили и возвратились обратно, чтобы найти Иисуса Христа. Братья и сестры, это очень важно. Этот нам должен быть такой урок, если мы где-то Господа потеряли, где-то мы чувствуем, что Его нету с нами, чтобы мы не двигались так по инерции дальше, а остановились и искали нашего Господа. Хотелось бы вместе с вами вспомнить одного такого молодого человека. И имя этому человеку – Самсон. «Если мы читаем Судья, 13 глава с 1 стиха, то написано, «Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Дановы имени Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот, ты неплодна и не рожаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого, ибо вот, ты знаешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Самсон должен быть Назареем. Его никто не спрашивал, хочет он или не хочет быть Назареем. Ну, я думаю, что мы тоже так немножко похожи на него. Когда мы были маленькими, нас тоже никто не спрашивал. Наши родители приносили к Богу, к Господу, и совершалась эта молитва благословения. Я очень рад, что мои родители меня когда-то младенцам тоже принесли, и я мог стать тоже. Конечно, стать становишься позже христианином, но это уже вложено от родителей. И вот, как брат говорит, дети верующих родителей, они как-то имеют такой, как бы, ну, они могут стать по-любому христианинами, другой может позже спасется. Ну, посмотрим, что же обозначало быть Назареем. Какие были его задания, да? Если мы посмотрим числа, шестая глава, четвертый и шестой стих. Во все дни Назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета Назарейства его битва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он должен расти волосы на голове своей. Там, где Самсон вырастал, там такая плодовитая земля, и там было очень много виноградников в то время. И я себе так задаю вопрос, имели родители Самсона виноградник или не имели? Я думаю, что они просто не имели этого виноградника, потому что они знали, этот сын должен быть Назареем. И если бы здесь а виноград бы рос, то он бы по-любому, по-детски пошел бы и уже кушал этот виноград. Я думаю, они уже его оберегали, и эти границы, которые Бог постановил, они держали. И так и у нас. Так же и у нас. Мы тоже от родителей получаем такие границы, и они нас оберегают. Конечно, разные бывают. Сегодня смотрим, было уже сказано про смартфон. И если я так смотрю часто, если ребенок такой неспокойный, быстро ему там смартфон подсовывает, и он такой успокаивается с этим смартфоном. Я думаю, что нам надо тоже посмотреть на себя и это исправить. Но мы видим дальше эту жизнь Самсона. Он был младенцем, потом вырастал, вырастал и пришел до одного возраста, когда уже родители не имели такого большого влияния на него. И он увидел женщину и он сказал «Я ее хочу». Что родители ему не говорили и говорит, что в нашем стане нет хороших девушек. Нет, он говорит, я вот эту хочу и все. Ну ладно. Что он делает? Идет туда, в эту сторону, он встречается со львом, он его убивает, уже когда обратно идет, ну думает, посмотрит на этого трупа и видит, что там пчелы завелись, да, и мед там был. И он с этого трупа, и вот так постепенно, постепенно он отодвигает свои границы, которые Бог установил, которые он должен был держаться, и взял мед, сам ел и еще дал родителям кушать. Ну потом, знаем, нарушил же он заповедь, которую он должен был держаться. Потом, знаем, дальше была там эта самая загадка, потом он убил этих 30 человек в праздновании 7 дней. Я думаю, если там празднуешь 7 дней, там тоже был какой-то грех. Ну и потом дальше, и дальше, потом долида, и знаете, в конце концов, в конце концов, Бог был с ним. Вот вы знаете, да, эту историю, когда он вышел, там закрыты были ворота, он вырвал ворота и тащил эти ворота туда в горы. Сила была у него, Бог был с ним, а он был с Богом. Знаете, совсем недавно я повстречался с моей ровесницей, которая когда-то ушла с нашей церкви, и мы так разговаривали, и она говорит, со мной, с нами есть Бог. Вот смотри, все получается, все, ну, с нами есть Бог. Я так на нее так посмотрел, я говорю, Лена, вот так честно, а ты с Богом? Ты с Богом? И она, знаете, так заплакала, говорит, да, говорит, я, может быть, и не с Богом уже, а Бог со мною. Братья и сестры, так часто бывает, что Бог с нами, а мы себя не хотим проверить, мы с Богом или нет. И вот эта граница отодвигал, Самсон отодвигал, и в конце концов, Долида начинает его расспрашивать. Он начинает с разным обманом, говорит, выпрашивала она, откуда у него эта сила. Он сперва говорит, семь сырых тетевых надо связать его, потом новые веревки, и потом он уже ближе, уже ближе переходит и говорит, семь коз надо прибить, и тоже не помогло. И потом он сказал правду. Если мы читаем 16 главу Судьи, 20 стих, то тут написано, она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как прежде, и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него. В какой-то момент Бог был с ним, потому что он ждал, может, он изменится, может, поменяется, но вот в этот момент он так же сам думал, что Господь с ним, но его уже не было. Думал он, что силу потеряет. Я думаю, он тогда не думал. Он постоянно чувствовал, что Бог был с ним. У нас тоже Дух Святой, а ты, дорогой друг, ты с ним. И, знаете, в молодости я всегда, знаете, если там что-то не так было, всегда проверял себя, есть у меня Дух Святой. И молился, о, да, со мной Дух Святой. Но пришел когда-то момент тоже, когда я сказал, нет, я хочу повстречаться с Господом. И тебе, дорогая душа, тебе тоже надо повстречаться с Господом и проверить себя, ты с ним. Это не важно, он с тобой, он всегда с тобой будет, но до поры до времени. Обратился Самсон к родителям, он же видел, что проблема за проблемой. Я думаю, и так же само бывает и с нами, мы думаем, мы все сами справимся, какие-то проблемы, мы думаем, сами справимся. Ну, как важно было бы для Самсона, если бы он сказал, мама, папа, тут у меня проблемы, помогите мне. И так же само и с нами, мы могли бы тоже здесь сказать, заявить, братья, сестры, помолитесь, у меня такая и такая проблема. Самсон все потерял. Выкололи ему глаза, и он больше не видел эту красивую женщину, которой он так увлекался. Сколько Самсонов сегодня у нас, у вас были сильные, но потянуло куда-то. И евреям, это последний стих, что я хочу вам еще прочитать, евреям 12 глава, 15 стих говорится, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернилися многие. Пусть нас Бог всех благословит, и чтобы не только с нами был Бог, но чтобы мы с Ним были. Аминь. 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 Аминь.